Привет, друзья! Рефлекс не требует энергии. И поэтому мы при воспитании и при обучении везде и всегда стремимся к тому, чтобы выработать навыки. Навыки тоже не требуют энергии. Мозг вообще-то работает таким образом. И поэтому, когда ты попадаешь в сложную ситуацию, в первую очередь работают инстинкты выработанные, воспитанные эволюцией. Инстинкты самосохранения. Поэтому они в первую очередь выскакивают в условиях неопределенности. А мы чем занимаемся? Мы занимаемся тем, чтобы обучить наш мозг, наши нейросети мозговые, к тому, чтобы вместо страха неопределенности, вместо страха будущего, выскакивали другие автоматические реакции, другие рефлексы. Каким образом мы это делаем? Ну, смотрите, если автоматизм, который требует меньше всего энергии, является критерием, который выработан по законам сохранения энергии внутри эволюции человеческого развития, то следует предполагать, что человек вообще возник по закону сохранения энергии, когда у него появилось время думать. Потому что, когда у него нет времени думать, ну, сами понимаете. И вот как только у человека есть время подумать, например, между сном и возрастанием, например, когда ты засыпаешь, а если тебе вдруг дергают звонки, ты все время засыпаешься, просыпаешься вынужденно, ты задействован. А это самое главное время перехода через ноль. Просто задачи, которые тебе приходится решать, ты задумываешься, засыпаешь, и если тебя не дергают звонками, ну, ты вот сам просыпаешься каким-то там моментом и опять засыпаешь. И вот этот рейф между сном и бодрствованием помогает тебе обрабатывать твою задачу с разных точек зрения. И в какой-то момент ты засыпаешь, и тебе открываются какие-то понимания, инсайты приходят. Но утром ты проснулся и забываешь это, потому что ты уже в другом состоянии. Послушайте, видите, я рассказываю об одном очень интересном и важном. И в этот момент спокойно перехожу на другую тему. А поскольку я заполняю ваше внимание, если вы смотрите с эмоциями, то есть кто является для вас авторитетным источником? Тот, который одновременно подключает эмоции и мысли. Ну, подумайте об этом тоже. Поэтому в гипнозе, например, если гипнотизер для вас значимая величина, так сказать, но это может быть не человек, а любая вещь. Чемодан ваш, как я говорил, который плывет на конвейере, который вы ждете для вас очень значимо, вы фиксируетесь там своим вниманием. Попадайте в транс, потому что транс это одна доминанта, это фиксация внимания. Да. Видите, опять я перешел на другую тему. Я могу многократно переходить из одной темы в другую, потому что я знаю, как устроен мозг, как он работает. Да, вы тоже можете посмотреть в сайте Стрессу или Хасайру. Новая модель работы мозга. И именно эту новую модель работы мозга, которая является большим теоретическим достижением за многие годы, практической работы по введению людей из острого стресса и обучение этих людей, управлять своим собственным состоянием, именно теперь возвращаясь к главному, к закону сохранения энергии, научаясь автоматизировать любое движение, любую свою реакцию осознанно. Например, подъем руки, если вы автоматизируете, например, задумали, что она сама пошла, вот критерии автоматизма, и она пошла, то у вас сразу происходит вот этот триггерный квантовый переход, так называемый, переходите в другое состояние. Итак, о чем я говорил? Вы же забыли? Ну, друзья, я думаю, кто внимательно наблюдает за историей на YouTube-канале, смотрит разные наши видеоролики, поймет уже, о чем я говорю. А тот человек, который просто вошел, посмотрел, думал, что это такое? Я не понял. И сразу пишет там, ерунда какая-то, ерунда какая-то, спешит самоутвердиться. Да, нам всем не хватает самоутверждения, но одни утверждаются тем, что они создают что-то, а другие рефлексами самоутверждения. Вот этот переход из инстинкта самоутверждения. Я, да, к инстинкту созидания, когда ты делаешь что-то полезное, думая одновременно о том, что же ты можешь создать такое полезное для людей, не только для себя. А это уже другая тема, но все они взаимосвязаны. Итак, в поисках автоматизма движения или какого-то действия, в осознанном поиске, в охоте за легкостью, а у больного человека даже походка тяжелая, охота за легкостью, охота за спонтанной, это путь к осознанности. А ступенечками являются наши различные упражнения, которые вы изначально всегда в своей жизни делали инстинктивно, снимая стресс, выходя на творческое состояние. А теперь я показываю разные эти упражнения, вы начинаете их делать осознанно, что и написано в роликах у нас на YouTube-канале, в описании, что метод ключ основан на инстинктивных действиях человека, который теперь в виде упражнений он делает осознанно и тем самым развивает у себя навыки сознательно управлять своим состоянием в условиях стресса и неопределенности, что по существу одно и то же. Да, друзья? Видите, сколько я вам наговорил всего всякого? Ну, потом поймете, о чем я говорил, потому что я сделаю сейчас вебинар, и там будет модель работы мозга, новейшая, которую я создал за эти годы, до вас очень полезна. Поэтому посмотрите там в сайте Стрессу, о методе в меню там посмотрите, модель работы мозга, и в сайте ФСРУ. Посмотрите материалы, это будет очень вам интересно. До встречи, друзья! Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok